Время для молодых и активных. В этом году свои проекты, направленные на развитие Сарова, участники молодежных общественных объединений будут представлять онлайн. По-другому провести традиционный форум «Время выбрало нас» не получится. Программа встреч на интернет-платформах рассчитана на три дня. Первый день, 27 ноября, посвятят решению технических вопросов, подготовке презентации и консультациям по проектам. Само открытие форума пройдет 28 ноября. Это будет небольшой психологический блок, интересная беседа с людьми по навыкам самопрезентации. То есть такие вещи, которые, может быть, они уже слышали, но в этот раз они, наверное, узнают что-то новое для себя или услышат то же самое, но в новом формате. Второй блок – это конкурс молодежных проектов. Он называется правильно «Городской конкурс молодежных проектов инициатив». Защищать проект участники будут в воскресенье. Направлений, как всегда, много. Это волонтерство, патриотика, поддержка молодых семей. Но новая реальность диктует свои правила, и в этом году появились проекты, которые касаются медиа и создания контента. Молодые люди не очень приходят в онлайн и понимают, что им нужен качественный продукт в формате видео, в формате тех вещей, о которых они могут себе показать дистанционно людям. Потому что, несмотря на то, что очень многие сейчас сидят по домам, мы говорим о том, что все равно деятельность наша не останавливается, мероприятия проходят. И как их преподнести в сети – это очень большой вопрос. Поэтому есть проекты на создание чуть ли не приложения молодежного досуга в Сарове. Есть проекты на создание целого медиа-контента в волонтерской деятельности в Сарове. Защита будет проходить в оффлайне. Один представитель от проектной команды сможет встретиться с экспертами. Победителем Департамента по делам молодежи и спорта окажет всю необходимую поддержку для того, чтобы притворить идею в жизнь. Также в рамках форума в онлайне пройдет конкурс «Молодежь Сарова». Мы награждаем самых активных творческих молодых интересных ребят, которые проявили себя в течение нескольких лет. Это определенное количество, ну то есть это несколько там от пяти до семи человек в разных направлениях. Будут волонтеры, студенты, работающие молодежь, молодые мамочки семьи и так далее, которые достойны звания гордости, молодая гордость Сарова. Заявку на участие еще можно успеть подать через автоматизированную информационную систему «Молодежь России». Сам форум будет проходить с 27 по 29 ноября. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.